Мир вам, дорогие братья и сестры! Уважаемые участники следующего, очередного нашего миссионерского конгресса, лагерного собрания здесь в новых обиходах. И для меня это преимущество, иметь возможность обратиться к вам Словом Божьим, открывать его вместе с вами. Я действительно чувствую большое преимущество того, что я нахожусь каждый раз, когда хоть начинается это мероприятие, я нахожусь вместе с вами. Конечно, настанет время, я верю, когда мы объединимся, все служители церкви, рядовые члены церкви, объединимся в более глубоком, посвященном вопле к Богу, чтобы Он начал что-то менять. Мы пока что еще говорим приблизительно. Настанет время, когда мы заговорим об этом очень и очень определенно. Мне приятно быть среди людей, которые желают что-то продвигать своими усилиями, талантами, возможностями продвигать это великое Божье дело. Наверное, нужно сказать с самого начала. Нет в мире совершенных людей, или есть люди совершенные. Ну, разве что в новых обиходах. Разве что в новых обиходах. Во время лагерного собрания. Такие красивые все, милые, одетые. По газонам не ходят. У наших братьев все, никаких проблем после этого не будет. Здесь так хорошо, как в раю уже. Почти. Если бы мы могли где-то наше человеческое естество оставить, тогда легко было бы сказать, вот эта группа действительно уже приготовленных к пришествию. А все, которые находятся вне этой группы, они все еще в процессе. Но правда такова, что мы этого сказать не сможем, верно? Нет сегодня людей, которых мы могли бы отделить и поставить в сторону и сказать, ну, вот это уже все, завершенный процесс. Есть сегодня мы все, Церковь Христова, в которой есть главою кто? Даже не Тед Вилсон. И не руководство нашего дивизиона. Никто из людей не может на это претендовать и не претендует. Где главою является Христос, а мы? А мы его тело. И это наше преимущество разделять и тот духовный хлеб, который Он предложит нам из Слова Своего. И мое преимущество быть сегодня Его каналом. Я молюсь о том, чтобы Господь помог не помешать Ему совершать святую работу перемен, которые должны произойти. Мне очень приятно находиться было в классе субботней школы. Да, он был общий, но это был класс, где мы могли слышать вопросы и серьезно размышлять. И не только услышать историю Ионы, но увидеть, каким образом и как эта весть касается нас в настоящее время. Как это все совпадает. Неужели вы думаете, что наши города, они другие? Неужели в наших городах не менее этих 120 тысяч человек, которые не могут отличить левой руки от правой? Но большая беда ожидает все наши большие города. Большая беда. Потому что они первыми будут страдать и от аморальности. Они первыми будут страдать от быта. Они первыми будут страдать от нарушения этих социальных обыденностей, которые уже устоялись, которые находятся в понимании людей как обычные. Сегодня отключить только электричество в больших городах на несколько дней. Вы увидите, какая катастрофа будет в этих больших городах. Вы можете только на мгновение представить, что ожидает в ближайшее время. И Дух Пророчества очень конкретно предупреждает об этом. Но вы знаете, я понимаю, сколько бы мы об этом ни говорили, оно нас будет касаться настолько, или до той поры, пока мы об этом говорим. А потом как-то оно все отходит в сторону. А вот как создать такое состояние, или такую создать атмосферу внутри каждого из нас, когда бы это понимание нас никогда не покидало? В новых ли мы обиходах, на таком хорошем мероприятии? Или же мы вынуждены будем возвратиться в наши большие города? Возвратиться, чтобы встречаться с людьми? Как сохранить это настоящее горение огня? Как-то один художник задал вопрос другому художнику, более известному. Картины которого почему-то пользовались большей популярностью, чем его. Хотя он был достаточно талантливый человек. Однажды он спросил, почему твои картины более привлекательны и более популярны? В чем секрет? На что этот известный художник ответил, «Я знаю, что убрать нужно с картины, чтобы она стала привлекательной». Мы иногда пытаемся поместить что-то на картину. А вот успех иногда заключается в том, чтобы убрать с картины лишнее. Чтобы осталось только то, что имеет прямое отношение к нам и к нашей жизни. У меня вопрос, прежде чем мы будем открывать Божье Слово, размышлять. Что останется на нашей картине духовной жизни, если убрать наши здания, наши проекты, статистику, которая нас радует, что каждый год больше миллиона принимает крещение. Если все это убрать, что останется на картине нашей веры? Понимая, что мы перед большими вызовами последнего времени, понимая, что мы как церковь находимся сегодня не в состоянии бодрствования, а в состоянии, в котором ангел Лаодикийской церкви или ангел Лаодикийской церкви было написано, это состояние сонное. Это состояние, в котором еще отсутствует, по-настоящему отсутствует реальность. Мы пытаемся что-то делать. Мы предложили, чтобы эта ночь бдения была проведена на территории нашего дивизиона. Зачем? Разве дня не хватает? Вы знаете, не знаем нам, мы не знаем в реальности, мы не знаем, что бы было достаточно, что было бы хорошо, чтобы решить в одночасье эту проблему. Но мы находим, что невозможно ее решить, эту проблему в одночасье. И поэтому мы пробуем что-то делать. Мы предлагаем одно и другое. Мы не знаем, что будет успешным. Для нас это тоже процесс сеяния всего-навсего. Это не вопрос завершенности нашей работы. Это вопрос попытки что-то изменить, понимая, что наше состояние сегодня неправильное. Хотим мы это признавать или не хотим. Даже тогда, когда мы находимся на самых возвышенных мероприятиях, где самое очень сильное духовное начало, где звучит его слово, мы имеем эту проблему. И с этой проблемой нам нужно как-то справиться. И поэтому мы предлагаем, давайте мы начнем делать то, что мы можем делать. Потому что когда мы предлагаем 777 дней непрерывного благовестия, мы не предлагаем что-то огромное. Мы говорим, начните просто с малого, начните с 7. Начните с 7 минут посвященного размышления о Боге. Нам недостает этого времени. Я говорю о себе, мне недостает этого времени. Недостает не только потому, что часто в путешествиях, потому что наш образ жизни становится образом жизни очень озабоченных, озадаченных чем-то другим людей. Мы не всегда уделяем или выделяем самое первое, самое главное время этому. А мы вот как раз предлагаем и молиться мы хотим об успехе вот этого движения, когда в больших городах и в малых селениях Церковь Божия сможет открыть по-настоящему свое лицо. Собратья дорогие, мы несовершенны. У нас нет сегодня законченной картины того, что Господь желает сделать в своем народе. Нет еще этой законченной картины. Мы ее должны создать. Мы должны сегодня убрать все то, что может мешать представлять Господа людям, находящимся рядом с нами. Проповедуя вечное Евангелие, нам нужно определить или определиться, что значит это Евангелие. Евангелие это, подскажите мне, что такое Евангелие? Это благая весть, это прежде всего. Благая весть в ком? Конечно же. Это благая весть в Господе нашем Иисусе Христе. Но мы точно так же знаем, что апостол Павел пишет в постании к римлянам, 1 глава 16 стих, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Всякому верующему, во-первых, и Иудею, потом и Елену». Что такое Евангелие? Это не только благая весть в Господе Иисусе Христе. Евангелие это сила Божия ко спасению. Это сила Божия ко спасению. Евангелие это не просто осуждение греха. Евангелие это не просто осуждение греха. Это жизнь. Евангелие это жизнь в его праведности. Без этой жизни, без этого состояния нет прогресса духовной жизни. Мы можем создавать, осознавая греховность окружающего мира. Мы можем создавать наши плачевные песни. Мы можем осуждать людей, которые сегодня все более глубоко опускаются в состояние садомии. И это повсеместно ощущается. Но я хотел бы сказать вам, дорогие братья и сестры, нам нужно быть готовым к потрясающим вестям последнего времени. Я еще раз хочу сказать, братья и сестры, нам нужно быть готовыми к потрясающим событиям и вестям последнего времени. Как писал пророк Авакум, услышал и задрожали внутренности мои. Вы переживали такое состояние? Собратья, дорогие, когда будет казаться, что все разрушается, церковь последнего времени должна быть готова к этим вестям, которые потрясут этот мир. Они будут приходить. Эти вести распространяются в настоящее время очень быстро. И вы знаете, что плохие и недобрые вести, они идут гораздо быстрее, нежели... Вы здесь? Нежели какие? Нежели хорошие, совершенно верно. Собратья, дорогие, мы столкнемся сейчас с массой различной информации. И вот тогда, когда, кажется, появится обнаженность какая-то наша, вот тогда, когда мы услышим, что не только этот мир сегодня озадачен проблемами однополых браков и чего-то другое, когда мы найдем, что подобное начнет проявляться или слухи будут идти, что в Божьем народе есть люди, которые точно так же мыслят, к какому состоянию мы будем приходить. Мы начнем отделять и говорить, вот где-то, вот там неправильно, вот здесь правильно, что будет происходить с нашей верой. Вот почему мне хочется говорить сегодня каждому из нас, чтобы в нашей жизни, вот в это мирное время, когда Господь дает такое благословенную возможность, нам получить богатство от Господа, что мы могли что-то пережить с ним, не просто создавать наши плачевные песни, которые говорят, что там есть неправильное, что-то должно быть другое. Известный поэтник Красов писал следующее, это о русском народе было написано, это часть или последняя часть стихотворения «Размышления у парадного подъезда». И он пишет следующее, «Где народ, там и стон, эх, сердечный, что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ли исполненный сил, или суде, повинуясь закону, все, что мог, ты уже совершил, создал песню подобную стону, и духовно навеки почил?» Я не знаю, я не знаю, как оценивать это, но в моем сердце, когда я прочитал эти строки, оно мне напомнило наше состояние. Иногда мы просто в той констатации факта, как и она. Он сказал, Неневия – нечестивый город. Что должно с ним произойти? Он должен погибнуть, он должен исчезнуть. Ему жалко было растения, но не жалко было этих людей. «Создал песню подобную стону, и духовно навеки почил». В то время это имело отношение, что безразличие появилось большое. Среди людей появилось большое безразличие. Жизнь Евангелия, жизнь Евангелия. Слышали ли вы об этом? Что это значит? В послании, в «Деяниях апостолов», в 20 главе, известный апостол язычников, он пишет следующее. 20 глава, «Деяния апостолов», и с 24 стиха мы читаем следующее. 20 глава, с 24 стиха. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Здесь находятся люди, которые частично, может быть, уже приняли это служение благовествовать различными методами, или люди, которые хотят, чтобы это совершилось в их жизни. Во всяком случае, я понимаю, что здесь находятся люди небезразличные к тому, что происходит вокруг. Это люди, которые приехали еще раз сказать Господу, пожалуйста, открой глаза наши, чтобы увидеть, что лучше мы можем сделать в настоящее время. Но когда мы говорим о Евангелии, когда мы говорим о поприще, о котором апостол Павел писал, я хотел бы, чтобы мы поняли, это поприще евангельское, оно идет гораздо дальше. Оно идет гораздо дальше, и только те люди, которые поймут это, они смогут совершить работу, которую им поручает совершить в этом мире Господь. В противном случае, люди будут способны просто создавать плачевные песни и говорить, где и что не так, констатировать факты. И там не так, и там не так, и там не так, и там не так. А потом это все превратится в состояние окаменелости, когда мы просто можем судить, но мы перестанем реагировать на ту чужую боль. Мы просто станем людьми, которые осуждают так, как осуждал Иона, пока не пережил, я верю, что пережил момент обращения к Господу. Так вот, что же значит Евангелие, которое есть силой Божией, которое является благой вестью, что же оно значит в реальности, в действительности? Давайте в Евангелие от Матфея, в пятой главе, прочитаем несколько библейских текстов. Евангелие от Матфея, пятая глава, и мы читаем это на горной проповеди Иисуса Христа, мы будем читать с 38 стиха и ниже. Пятая глава Евангелия от Матфея, с 38 стиха и ниже. Мы находим следующие слова нашего Господа Иисуса Христа. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Понятно, да? Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Мое размышление сегодня о Евангелии второго поприща. Вы знаете, что общая картина в этом мире такова, что 20% людей в любом сообществе совершают 80% всей работы, которая совершается в обществе. Этот принцип 80-20, он известен во всем мире. Не исключением является и церковь. Если мы только достигнем состояния 51% и 49%, великая победа будет. Но вы знаете, это не достигается тем, что мы посещаем хорошие лагерные собрания. Это достигается каким-то другим путем, путем внутреннего решения, моего личного решения, когда я принимаю Божий принцип как основополагающий в моей жизни. Иисус Христос обращает внимание и говорит, что вы слышали, что древним сказано? Око за око, зуб за зуб. Да, это часть той жизни и тех принципов, которые существовали, действовали тогда и действуют, к сожалению, по настоящее время. Не гласно, но они существуют, эти принципы. Когда непрощение, оно преобладает над великим прощением, которое должно совершиться. Но здесь интересные слова. Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Не протився злому, кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Я всем говорю, что христианство это не для слабых людей. Попробуйте, когда вас обижают, сделать этот шаг и подставить другую щеку, когда тебя по одной уже ударили. Вы найдете, что это очень непросто сделать. Очень непросто. И это не делается механическим путем. Не делается механическим путем. Поэтому христианское сообщество очень часто страдает очень сильно от того, что Евангелие останавливается на каком-то условном принятии Иисуса Христа своим Господом, который взял на себя грехи наши. Скажите, это сложно признать, что Христос взял на себя наши грехи? Вы знаете, не сложно принять. Не сложно признать это. Не сложно. Потому что мы все понимаем, мы грешники. У нас нет личной силы освободиться от этого греха. И когда кто-то берет этот грех на себя, мы принимаем это с удовольствием. А в чем же тогда Евангелие заключается? А в чем заключается Евангелие? А Евангелие заключается в том, что ты начинаешь прощать так, как Он меня простил. И Евангелие заключается в том, что ты принимаешь те принципы духовной жизни. И Евангелие заключается в том, что оно становится силой победы. И если этого не происходит, мы просто нашей жизнью утверждаем бессилие Евангелия. Вот в чем проблема христиан последнего времени. Мы хотим, чтобы мир изменился. Мы хотим, чтобы мир был охвачен еванской вестью. Братья, дорогие и сестры, до той поры, пока мы не станем плакать о больших городах, как Христос плакал о Берусалиме, это будет означать, что у нас нет того духа, который в нем. И мы не готовы пройти Евангелие второго поприща. Мы готовы признать Евангелие одного поприща. Когда мы говорим, мы храним субботу, мы светим субботу, мы отделили себя от всех, мы теперь вот в этом народе. Собратья, дорогие, это прекрасно принадлежать к этому народу. Но если только на этом остановилось все, мы в большой опасности, потому что это очень скоро надоест. И мы найдем несовершенство среди людей в этом народе. И у нас будет много причин, чтобы просто разочаровываться друг в друге. Если только мы не пойдем дальше в нашей жизни. И Христос говорит об этом. И Он говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот это Евангелие, как я называю второго поприща или второй версты, тебя просят пройти вот столько, а ты пойди дальше. Ты пойди дальше. Потому что и крещение Духом Святым, о Котором мы молимся, оно не произойдет. Пока у этих людей, группы людей, которые понимают это, не созреет серьезное решение пойти дальше в своей вере. И когда тебя просят просто помолиться, ты скажешь, я буду молиться вдвойне больше. Если тебя попросят что-то сделать, ты скажешь, а я с удовольствием сделаю намного больше. Я не только встречу тебя и привезу тебя до санатория, я еще вынесу твои чемоданы и занесу туда, где ты находишься. Собратья дорогие, это мелочи. Но эти мелочи, они показывают в реальности, какое Евангелие мы готовы исповедовать. Евангелие, в котором просто присутствует Спаситель, или Евангелие, которое становится силой для меня лично в измененной этой жизни. Вот тогда наши большие города будут иметь шанс получить еще весь ободрение и весь надежды, когда мы будем в этих больших городах искать людей. Иначе, собратья, время пройдет. Вот. И мы будем смотреть на разрушение. Но смотря на разрушение, мы будем чувствовать, как это разрушение начинает разрушать и нас в реальности. Без этого, без этого серьезного шага в нашей жизни не произойдет большого движения для последнего времени. Что же произошло после того, как Святой Дух излился в день Пятидесятницы? Это из книги Деяния апостолов. Дух пророчества пишет. Радостная весть о воскрешенном Спасителе достигла самых краев населенного мира. Ученики несли весть о спасительной благодати и сердца людей покорялись ее силе. Обращенные стекались со всех концов церкви. Отступники снова возвращались к Богу. Грешники объединялись с верующими в поисках драгоценной жемчужины. Самые ярые противники Евангелия становились его глашатаями. И теперь, послушайте внимательно. Все были объединены одной целью и имели один образец для подражания. Смысл жизни верующих заключался в стремлении отразить Христов характер и распространение Его Царства. Смысл жизни верующих заключался. Вот это все. Смысл жизни верующих заключался. До той поры, пока у меня не появится ясного понимания, что есть смыслом моей жизни. Меня будет привлекать многое. Меня будет привлекать это общество. Но ничего не будет происходить особенного там, где я появляюсь. Потому что там, где появлялись люди, пережившие этот опыт обновления, все начинало меняться. Там больные исцелялись. Там прокаженные очищались. Там мертвые воскресали. Было это или не было в первом воскресе? Все это было. Скажите, а в последнее время что должно произойти? Еще с большей силой. Скажите, в каком состоянии еще с большей силой это будет происходить? Мы ожидаем случая. Мы ожидаем какого-то момента. И мы ожидаем, может быть, на этом лагерь нам произойдет. Я хотел бы возвратиться сюда снова, когда услышу, что к концу этого лагерного собрания здесь крещение Духом Святым произойдет такое, что пока мы доедем с Москвы сюда, Немировский район, вот эта местность, вся будет уже охвачена вестью проповедей Евангелия. Потому что все, получившие силу, начнут благовествовать ее в той силе, которую обещал Господь. Хорошая это мечта. Хорошая мечта. Но знаете, тяжело уже мечтать от мероприятия к мероприятию, от события к событию. Что-то должно начаться сегодня, вот в этот день, что-то должно начаться в нашей жизни. Смысл жизни верующих заключался в стремлении отразить Христов характер. Все были объединены одной целью и имели один образец для подражания. Не к этому ли относятся слова деяния апостолов, когда они все были единодушны вместе? Евангелие второго поприща. Что это такое? Сатана всегда будет, нам нужно помнить, Сатана всегда будет утверждать идею, не стоит заходить слишком далеко. Достаточно то, что ты делаешь. Достаточно того, что ты приехал уже сюда. Ты же лучше сделал, чем другие. Другие не приехали. Братья и сестры, не удовлетворяйтесь этими идеями, которые будет навеивать Сатана, чтобы сказать, а мы потому, что это сделали, мы сегодня лучше. Идите дальше в вашей вере. Пройдите второе поприще Евангелия. Сделайте то, чего вас никто не просит уже делать, но тот, что просит вас сделать Дух Святой в вашем сердце. Он всегда, Сатана ожидает, всегда выжидает время, чтобы сбить темп или дать фальшстарт. Это его тактика, это его методы. И в этот час подбросите какую-либо кость, чтобы вы могли сражаться вокруг нее. Будьте очень осторожны, не поддавайтесь тому, что Сатана предлагает в последнее время. Некоторые потерпели серьезнейшее фиаско в их духовной жизни. Я вспоминаю трагичную историю вальденцев, которые так много отстояли, так красиво шли, они так много претерпели, они были уничтожаемы, но в конце концов они исчезли. Почему? Потому что тогда, когда в жизни появляется компромисс, когда мы начинаем признавать два положения правильными в нашей жизни, и тогда наступает момент соглашательства, который приведет к тому, что произошло в жизни вальденцев. Иисус сказал, Луки 9, глава 62 стих, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Сатана всегда будет предлагать компромисс, и он знает, что это сработает. Он всегда предлагает компромисс, это половинчатое решение. Служи Богу, но не от полного сердца, не от полного посвящения, просто «Служи Богу». Когда мы говорим о призыве Господа в последнему времени, церкви в последнее время, в книге «Откровение» во второй главе, мы читаем в 14 стихе, «Откровение» 2 глава и стих 14, где Иисус Христос через Иоанна дает следующее откровение, 2.14. «Но имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазь сыновь Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Сатана понимает, что он прямым влиянием, прямым гонением, он не может искусить Божьих детей или свести Божьих детей. Что он тогда предпринимает? Он предпринимает косвенное влияние, косвенное влияние. И тогда, когда Валаам не смог проклясть Божьих детей, не смог, потому что Бог не допустил, что он научил делать. А вы ничего, не относитесь к этому миру так плохо. Выходите с ними, общайтесь, участвуйте в их хороводах, посмотрите-ка они песни, у них хорошие песни, испойте их песни, живите той жизнью, которой они живут. И что произошло дальше? Вот что произошло, что говорит Священное Писание. И в откровении повторяется эта весть. Почему в откровении повторяется эта весть? Есть люди, которые держатся двойных стандартов. Им нравится жить в этом мире и жить с Богом. Потому что от Бога благословение и защищенность. А в мире удовольствие. До той поры, пока не произойдет вот этого единения личности, у нас будет эта проблема, и сатана будет искушать нас. Полностью история вот этого искушения написана в книге «Чисел» в 22 главе. Важно помнить божественный принцип. И я хочу его прочитать в это утро. Я хочу, чтобы мы вместе открыли второзаконие 28 главу. Второзаконие 28 глава. И мы читаем во второзаконии с 12 по 14 стихи. Это хорошо известные нам библейские тексты. Это тексты благословения и проклятия. «Откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою. Небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя, Господь, главою, а не хвостом. Будешь только на высоте, а не будешь внизу. А если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедовал вам сегодня. Ни направо, ни налево, чтобы пойти в следственных богов и служить им». Вот это божественный принцип. Не отступишь ни направо, ни налево, но будешь повиноваться Господу. Дьявол предлагает компромиссы. Первый компромисс дьявола – это там, где вы находитесь, вам не нужно никаких движений особых делать. Не надо вам предпринимать никаких усилий. Просто там, где вы находитесь, живите себе и довольствуйтесь тем, что у вас есть. Так было и в одни исхода из Египта, когда через фараона дьявол говорил израильскому народу, «А зачем вам идти с этой земли? Вот здесь находите, здесь все делайте». Собратья, дорогие, нам нужно понять, иногда нам нужно оторваться, иногда Господь призывает покинуть то окружение, в котором мы находились. Оставить, может быть, тот бизнес, который нас увлекать стал больше, чем необходимо. И мы должны покинуть это и выйти из той среды. Нам нужно это сделать. Оставайтесь там, где вы есть, не заходите далеко в вашей вере, если не будет проведена четкая демаркационная линия между миром и церковью. Церкви грозит беда. Мы знаем это выражение. Так вот, выйти, церковь должна выйти из зоны, где она чувствует влияние негативного, недоброго, злого на ее жизнь, на ее духовные ценности. Покидайте ту территорию, которая является небожественной территорией. Второе. Сатана говорит, не идите так далеко в вашей вере. А я говорю вам, божественное определение, пройдите вторую милю, второе поприще в вашей христианской вере. Пойдите дальше, чем предлагает общее учение. Послушайте голоса Духа Святого внутри вас. Идите дальше. Другими словами, когда люди вам говорят, зачем вам это нужно. Не заходите так далеко в вашей вере. Что, тебе этого недостаточно? Зачем так углубляться в Библию и Дух Пророчества? Зачем пребывать в молитве и в постах столь часто? Христос не придет столь скоро. Не слушайте этого голоса заклинателя. Уходите от этого и держитесь принципа, который Господь предлагает. Идите в вашей вере настолько далеко, насколько Господь будет вести вас. Пройдите второе поприще, которое вас никто не просит идти. Идите дальше. Идите дальше, чем существуют стандартные какие-то понимания в нашей христианской вере. Третье. Когда вы будете идти в этот путь, не скажите себе, что вы особенные. И никто больше с вами не сможет идти. Не скажите этого. Берите вместе с вами ваших друзей. Берите вместе с вами братьев и сестер из церкви. Берите вместе с вами ваших детей. Не говорите, они вырастут, поймут. Берите их сегодня. Сегодня я в этой церкви. И я имею такое отношение к церкви, потому что мой отец никогда в дождь или в снег не сказал. Дети, для вас сегодня места в церкви нет. И я не буду сегодня вас переживать. Никогда этого не было. Я не помню такого времени, чтобы отец сказал, мы не пойдем в церковь, потому что дождь на улице. Да, были моменты, когда мы не могли выехать из нашего селения, где мы жили. Но никогда отец не говорил, потому что мне тяжело. И по этой причине у меня такое отношение к церкви. Поэтому я говорю, дети в церкви, они не лишние. Не оставляйте их потом делать выбор их жизни. Они должны сделать этот выбор сейчас. Не говорите детям, они маленькие, чтобы понимать принципы небесной жизни. Учите ваших детей, девочек и мальчиков. Учите будущих граждан небесного царства, что есть правильно, прилично и красиво с самого детства. И вы увидите, как это сработает в последующем, когда в их жизни не будут сломаны барьеры. А эти барьеры сегодня сломаны, и это нужно признать. Потому что аморальность этого мира, она начинает захватывать сознание, может быть, не жизнь еще напрямую, но захватывать сознание многих верующих людей. И это большая проблема в последнем времени. Не идите сами. Берите с собой ваших братьев и сестер, когда идете на миссионерское какое-то поле деятельности. Приглашайте. Приглашайте тогда, когда, может быть, тот отрицает вас, отвергает вас. Не останавливайтесь, совершайте ваше служение. И четвертое, то, что сатана пытается разделить и вбить этот клин. Вы оставьте ваше имущество в стороне. Оставьте ваше имущество в стороне. Помните, служите Богу не только от чистоты вашего сердца, но и от прибытка ваших. От всего имущества вашего, которое есть. Объедините это в единое целое. Это неделимые вещи, когда мы говорим, ну, мой бизнес – это одно, а моя вера в Бога – это другое. Ваш бизнес, ваше занятие, ваше дело, которое совершаете, должно стать вашим служением, вашей кафедрой. Все. Если вы пойдете дальше, чем есть стандартное понимание в этом мире, вы узнаете, что такое Евангелие второй версты, что такое значит Евангелие, Евангелие второго поприща. Когда мы идем дальше в понимании нашего Бога, не настолько, насколько другие люди понимают, и мы иногда на них ссылаемся, мы иногда жалуемся и говорим, пастор наш не понимает этого, руководитель наш не понимает этого. Собратья, это и есть правда сегодня. Это правда сегодня, которую нужно признать, что мы не можем, сегодня не все, далеко не все могут понять по-настоящему Евангелие Христово. А мы иногда на это ссылаемся и этим ограничиваем Бога в нашей жизни, а Бог хочет сделать намного больше. Бог хочет сделать намного больше. Компромиссы создают половинчатую веру. Другими словами, наш личный Вавилон, наш собственный Вавилон смешения, когда мы не знаем, а где мы стоим. Вот этот момент выхода из Вавилона, пережить обновление нашей жизни, мы должны пережить каждый в нашем духовном опыте. А теперь, Евангелие второго поприща, что это значит в личной жизни? Как многие из нас удовлетворены тем, что они имеют, придя в церковь, свое привычное место, круг друзей, преднадлежность к правильной церковной семье. Но все, что я перечислил, не дает уверенности в спасении. Евангелие второго поприща, это идти дальше, намного дальше в моем личном опыте с Богом, чем существует общепринятое понимание в этом вопросе. Таким был апостол Павел. Послушайте, что он говорит в первом постании к Коринфянам, первое постание к Коринфянам, 9 глава и стихи с 16 по 19. 1 Коринфянам, 9 глава, стихи с 16 по 19. 2 Коринфянам, 10 глава, стихи с 16 по 19. Не пользуясь мою властью в благовествовании, ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Это Евангелие второй версты. Это Евангелие второго поприща. Он был свободен от всех, но всеми поработил себя. И это личное решение. Это никто за вас не примет такого решения. Потому что в первом случае, если мы только исполняем верное нам служение, порученное нам служение, мы можем переживать моменты, когда начинаем слишком много нарекать, жаловаться. Потому что мы сталкиваемся с непониманием. И это непонимание выбивает нас из колеи. И мы говорим, это они виноваты, они не дают нам возможности делать. Собратья дорогие, пройдите второе поприще Евангелия. Пройдите дальше в вашем понимании служения. Вы увидите, как Господь начнет открывать. Когда вы, будучи свободными от всего, сами, лично, без чего-то принуждения, поработите себя вот этим служением Господу. Я слышал историю об одной женщине, нашей сестричке, которой однажды застал руководитель в офисе конференции, которая стояла на коленках и зубной щеткой вычищала, не на линолеуме, а на ковролине, вычищала пятно. И когда он зашел и увидел в нерабочее время, он спросил, сестричка, а что вы делаете здесь? А она говорит, это Божье место. Это место, где присутствует Божья церковь. Здесь все должно быть идеально чисто. Я в течение уже многих дней наблюдаю, как это пятно никак не могу убрать, и у меня нет времени в рабочее время. Поэтому я осталась после работы и зубной щеточкой. Она пытается вычищать, потому что в этом месте должно быть все как? Идеально чисто. Собратья, дорогие, на чем ограничивается часто наша вера? На чем ограничивается часто наша вера? Я слышал слова неадвентистского служителя, который сказал, я прожил всю жизнь церкви, прослужав церкви пресвитером, потому что у них пастырского служения, не только пресвитерское. Я в конце моей жизни пережил такое сознание, которое вышибло меня из колеи нормальной жизни. Я начал понимать реальность. Молитвенный дом, который мы строили, красивый молитвенный дом, который мы строили, он никому не нужен, кроме группы людей, которые его строило. И я насчитал это приблизительно 10-12 человек из 1200 членов церкви. Потому что, когда я прихожу в церковь, каждый раз, когда встречается община, я только и слышу, дорожки не такие, стулья не очень удобные, звук не такой, звук неправильный, все не так, все не так, ступеньки крутые, то все не так. И никто не хочет, он говорит, никто не хочет приложить хоть какое-то усилие, чтобы что-то изменить. Что мы стоим, нарекаем, что не так? Кто готов пройти это второе поприще, когда тебя не просят, а ты пришел и делаешь. Собратья, дорогие, это совсем другое христианство. Совсем другое христианство. Это то поприще, которое мой Господь прошел. Это то поприще, которое мой Господь прошел. Потому что он не был никому должен, никому не был должен, а? А поработил себя. Ради чего? Ради того, чтобы я сегодня мог стоять и обращаться к моим братьям и сестрам. Чтобы жить в нем, в свободе, которую он дает, он это сделал. Он первый прошел это поприще дальше, чем мы можем предполагать. Он сделан намного больше, потому что не только умер за нас, но он показал ярчайший образец духовной жизни для каждого из нас. Второе. Проходите второе поприще, второе иванское поприще в вашей семье. Последователи Христа, послушайте внимательно, это из наглядных уроков Христа, 326-я страница, были искуплены, последователи Христа были искуплены для служения. Наш Господь учит, что истинной целью, истинной целью жизни является служение. Христос сам был неутомимым тружеником, и всем своим последователям дал закон служения. Служение Богу и своим ближним. Здесь Христос явил миру более высокое представление о жизни. В служении другим человек соединяется со Христом. Закон служения становится таким образом живой связью, соединяющей нас с Богом и с другими людьми. В последнее время мы чаще слышим взаимоотношения, взаимоотношения, взаимоотношения. Что предполагают взаимоотношения в нашем человеческом понимании? Что предполагают? Это просто иметь нормальное общение, как-то вмещать друг друга, не ссориться, как-то понимать друг друга, находить этот общий язык понимания. Мы на это сошли, и мы пытаемся строить эти взаимоотношения вместо того, чтобы служить. Закон, который нам принес Господь, это закон служения. Закон служения. И тогда, когда мы говорим о нашей маленькой семье, я говорю сегодня моим братьям, мужчинам, начните служить. Не просто стройте какие-то взаимоотношения, очень часто условные. Просто начните служить. Я говорю моим сестрам, которые в большинстве, может быть, в своем церкви переживают трагедию семейной жизни, когда вторая половинка не принимает. Чаще мужчины не принимают Господа Иисуса Христа своим Спасителем. И я говорю вам, сестры, сегодня, только тогда, когда мы сможем понять Христа, пройти с Ним дальше, чем обычно люди идут, мы сможем понять, что не просто нужно строить какие-то взаимоотношения, а нужно служить. Служите в церкви. Служите в этой большой семье. Собратья дорогие, не просто константируйте факты, правильного, неправильного. Это не созидает. Нет, начните служить. Вот этого никто не сможет забрать от нас, этого никто не сможет изменить. Единственное, что будет по-настоящему менять окружающую нас атмосферу, нам нужно служить так, как служил Иисус Христос. И теперь еще одно. В церковной жизни и служении. То, что мы имеем, таланты, дары, способности, нам нужно первое признать, что они не наши. Или они наши? Они не наши, собратья дорогие. Они Богу принадлежат. Они Богу принадлежат. А если это так, то сделайте так, как один миссионер, который уехал на миссионерское служение, и потом по причине болезни супруги вынужден был возвратиться обратно, оставшись с горечью того, что они не могут совершать миссионерское служение. Но начав работу свою механиком в гараже, он сказал, я с каждого заработанного доллара 90 центов буду отправлять на миссию. С каждого доллара 90 центов. Как часто мы довольствуемся, проходя первое поприще, сказать Богу, я тебе десятину возвратил? Церковь, что ты еще хочешь? Кто из нас сегодня может сказать, не десятина, а вот десятина мне останется, а 90 процентов я посвящаю Господу? Я не призываю к этому. Я просто говорю о размышлении человека, который сказал, вот теперь на миссию, которую я не могу исполнить напрямую, по причине болезни моей супруги. Я направляю 90 центов с каждого доллара. Знаете, что произошло очень скоро? Бог дал этому человеку талант, и он изобрел высокочастотную антенну, которой начали снабжать большие авиалайнеры. И космические корабли, дальние эти космические корабли, их снабжали этими же антеннами. И он был взят на работу в Пентагон, этот человек. И вот когда с ним встретился один из служителей, он сказал, с того времени, как я сказал Господу, с каждого доллара 90 центов, до сих пор мое правило не изменилось, какие бы мои прибыли не были. А вы понимаете, когда за специалистом, возле его дома, где он проживает, есть вертолетная площадка, за ним прилетают, когда есть что-то срочное, чтобы он мог помочь решить ту или иную проблему. Это люди, которые имеют огромные заработки ежемесячные. Он сказал, ничего не изменилось в моей жизни. Но не это самое главное. Он сказал, я хочу, чтобы каждый понял, убежденность в том, что что-то нам принадлежит, она неправильная. Все, что мы имеем, принадлежит Господу. Все, что мы имеем, принадлежит Господу. Апостол Павел пишет в послании Коринфянам 4 главе 1 послания, 4 глава со 2 стиха ниже. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. И я сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдывай, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? Я говорю эти слова себе крупски. Что ты имеешь такое, чего бы ты не получил? Что есть такое твое, чем бы ты мог похвалиться? Так вот, этот миссионер в духе, в душе, который остался, он сказал, все, что я имею, принадлежит Господу. И я знаю, что мой талант, который я имею, это не мой талант, это то, что мне Бог дал в распоряжении. Собратья, пойдите дальше, чем обычно смотрят люди в Евангелии Господа Иисуса Христа. Большая проблема современного христианства – это нарекание и ропот. Это нарекание и ропот. Это неудовлетворенность тем, что они замечают вокруг. И есть от чего воздыхать сегодня в народу Божьему. Есть. Когда мы смотрим на мир, когда мы смотрим на нас самих, на Церковь Божию последнего времени. Но пойти в второе поприще – это быть подобным моему Господу Иисусу. Это уйти от духа ропота и служить людям. Ропот убивает все святое и чистое. И в этом повинны, к сожалению, повинны очень многие. Очень многие повинны в этом. Когда дух ропота или недовольства, он начинает преобладать, когда мы просто сравниваем, что мы делаем, а что делают другие. Прошу вас, Христа ради, братья и сестры, поедите дальше в этом вопросе. Смотрите на Господа Иисуса, потому что в нем не было этого осуждения тем, которые не понимали на тот момент, что они творят и что они делают. Проходите второе поприще в служении. Не слушайтесь голоса Искусителя. Зачем вам это нужно? Идите дальше. Откажитесь от духа ропота. Будьте похожими на Господа Иисуса. И я знаю, что это очень важно пережить в нашей жизни. Я слышал рассказ Дэвида Гипса, который говорил о том, что даже этот ропот появляется у достаточно сильных и серьезных людей, которые преподают Библию, которые понимают, о чем они учат. Иногда это происходит в нашей жизни. Он рассказал свой личный опыт, когда он путешествуя однажды ночью, поздней ночью приехал, остановился, чтобы провести остаток ночи в мотеле. Это было после двух часов ночи. И он уставший, хотел принять душ и лечь, отдыхать. Но когда он зашел в комнату, обнаружил, что воды нет нигде. Воды нет ни в унитазе, воды нет ни в умывальнике, ни в душе. Воды нет. Никакой воды нет. Ни холодной, ни горячей. И тогда, когда он позвонил на ресепшн и спросил эту девочку, которая там была, молодая девушка, которая принимала его, и спросил, вы знаете, что в этом номере нет воды? Он все ожидал услышать, но не ожидал услышать то, что она сказала. Она сказала, да, я знаю, что в этом номере нет воды. И он говорит, меня взорвало. Я сказал, выслушай меня внимательно. И ты будешь вспоминать день своего рождения. И маму свою вспоминать будешь. И я ей высказал все, что накипело в моем сердце. А потом я в конце, слыша молчание на том конце этой трубки, спросил, ты все еще слушаешь? Она сказала, да, я слушаю. Ты мне хочешь что-то сказать на это? Она сказала, я хочу еще раз извиниться и объяснить немножко вам, почему я так сделал. Это не ваш номер. В этом номере должен быть другой человек. Он приехал раньше на несколько часов, чем вы. И он поднял огромный скандал. И я подумала, что библейскому учителю, который обучал меня Библии в колледже, он поймет меня. И я предоставила вот этот номер. Я знаю, что я не права, но у меня не было другого выбора. А я вас очень уважаю. Каждый месяц из моей зарплаты я отделяю деньги на ваше служение. Вы подписали мне Библию, когда посещали нашу церковь. Я очень хорошо помню все лекции, которые вы читали в библейском колледже. Он говорит, я был готов провалиться сквозь землю. И первая мысль, которая была, это сказать, ну, ты понимаешь, это я так пошутил, но я не смог так сказать. Я только сказал ей, я не хотел бы, чтобы когда-то подобные слова кто-то сказал моей дочери или моей жене. Прости меня. Она начала говорить, я должна просить у вас прощения, потому что я где-то что-то не досмотрела. Я сказал, нет, нет, сегодня мое время. Прости меня. Спустя какое-то время он говорит, я посетил общину. И пастор, который встретил меня, он сказал, о, пастор, я знаю, что вы были недавно здесь. Я спросил, а как ты знаешь? А наша член церкви, девочка, она работает в мотеле, в котором ты останавливался. Я спросил, и что она вам рассказала? А ничего она сказала, что ты приезжал, и она очень рада, что пастор Гипс останавливался в этом мотеле. Я спросил, а что еще она тебе сказала? Он сказал, ничего. Ничего, ни слова больше. Кто-то удивился, сказал, нет, ничего. Да, он говорит, послушай, я тебе скажу, что я ей сказал. И он написал, рассказал всю историю, что произошло, и все, что он говорил ей. После этого пастор улыбнулся, сказал, она никогда ничего плохого не скажет. Никогда. потому что она выросла сиротой, она даже не знает имени своей мамы. Вот это я моментально вспомнил, что я говорил ей о ее маме. Она не знала свое имя даже. Она была брошенной. Но она никогда не позволила слов нарекания, ропота произносить. Никогда. и пастор сказал, вы никогда от нее этого не услышите. И этот доктор Гиббс говорит, как я хочу быть похожим на нее. Собратья, дорогие, когда мы говорим о будущем церкви, когда мы говорим о том, что должно произойти в нашей жизни, нам нужно понять, что только люди, которые поймут по-настоящему Евангелие, Евангелие не в том, что мы принадлежим правильному обществу, а Евангелие в том, что Христос сделал для нас и что Он нам дал силу этих больших перемен в нашей жизни, больших изменений в нашей жизни. Вот тогда, проходя это поприще земное, мы никогда не будем уподобляться миру этому и не будем уподобляться людям, которые останавливаются на половине дороги, потому что будет следующее, даст Господь, будет следующее лагерное собрание, на которое часть людей не приедут, часть людей не приедут. Я почему-то говорю уверенно, потому что те, которые были на лагерном собрании первом, они может быть сегодня даже не в церкви уже, и мы снова можем нарекать и говорить, где-то церковь, какая-то условная церковь что-то неправильно делает. Собратья, дорогие, проблема в том, что мы лимитируем глубину евангельского влияния на нашу жизнь, мы лимитируем. Это мы говорим, мне достаточно, я почувствовал, что я спасен, им почувствовал, что под ногами твердая почва, это я говорю, мне хватит, это я говорю, мне достаточно помолиться вот так, как я молюсь. И я не инициирую того, чтобы сказать, давайте объединимся вместе, давайте пойдем дальше. Зачем только семь минут? Собратья, дорогие, будьте первыми, которые скажете в церкви, братьям и сестрам, возьмете за руку и скажете, останься, давай помолимся в церкви сегодня, давай останемся помолиться в церкви, не для того, чтобы кто-то что-то, а потому, что мне хочется это сделать. Собратья, дорогие, а если этого чувства нет, нам нужно понять, что, наверное, в нашей жизни работают компромиссы, которые говорят, достаточно, ты очень хорошо выглядишь, ты правильный человек, ты лучше, чем другие делаешь. А сегодня сравнение идет не с этим, лучшим или худшим. Все согрешили и лишены славы Божьей, нам нужно это понять. Все. Нет праведного такого, как Господь мой Иисус Христос. А только взирая на Него мы можем изменяться в Его подобии, изменять нашу жизнь. Чтобы быть служительными Евангелия второго поприща, необходимо пережить ночь Иакова в нашей жизни. проблемой была в том, что мы готовы за минимум, мы готовы на минимум, а не на полноту во Христе. Мы готовы на что-то небольшое, но не на то полное, что предлагает Господь нам пережить. Что значит сегодня минимум? Разрешить Богу изменить нас до конца, это уже не минимум. Это та полнота, которой мы нуждаемся, которого мы ожидаем. и когда ты знаешь, что по-другому ты больше не сможешь. Семь уроков из истории Иакова, они очень простые. Первое, Бог избирает нас не по заслугам, а по любви. Первое, Бог избирает нас не по заслугам, а по любви. Второе, Божий путь другой, и Бог сам говорит об этом. Исаии 55 глава. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Мы сегодня утром уже слышали этот библейский текст. Божьи пути другие, они не такие, как мы себе представляем. Третье, Третье, Божий путь может быть самым трудным. Он никогда не обещал легкого пути, но этот путь является самым благословенным. Он на этом пути обещал нас никогда не оставить. Четвертое, в этом пути Бог посылает нам сложных людей. Внимательно слушайте. Он посылает сложных людей, чтобы испытывать нас и воспитывать нас. Не отказывайтесь от сложных людей. Не скажите, ваш пастор, он человек, который ничего не воспринимает, ничего не понимает. Не скажите это об руководителях. Бог иногда в нашей жизни посылает трудных людей для того, чтобы наш характер изменялся, и чтобы мы научились любить этих людей. А вот когда научимся любить и будем молиться об этих людях, вы увидите, какое движение начнется в Божьем деле. Евангелие второго поприща, идите дальше. Не остановитесь на том, что кто-то не понимает. Бог посылает нашей жизни трудных людей, сложных людей, чтобы воспитывать наше христианство по-настоящему. Пятое, Бог лишает нас нашей силы перед тем, как наделит своей силой. Шестое, встреча с Богом не делает нас ущербными, она изменяет наш характер в его подобии. И последнее, Бог сохраняет свои обещания. Помните об этом, Он неизменный. Поэтому, когда мы перед выбором, что нам делать дальше в нашей жизни? Я хотел бы, чтобы это лагерное собрание помогло нам утвердиться вот в этой идее. Не ограничить влияние Божье только какими-то общими представлениями. личный глубокий опыт, который я должен пережить с моим Господом. Он должен изменить мое отношение к Нему. И это отношение к Нему начнет изменять мое отношение к другим. Когда я не смогу больше ненавидеть людей, когда я не смогу людей не любить, когда я перестану нарекать на людей, понимая, что они такие же слабые грешники, как и я сам. И у меня будет сожаление о том, что они сегодня может что-то еще не понимают, и желание помочь им вместо того, чтобы отвергнуть и сказать, а вы не такие. Собратья, дорогие, это наше время принять решение в жизни нашей. Потому что, если мы хотим изменений в Божьей Церкви, изменения сделают эти 20% братьев и сестер. Как в любом сообществе, которые поймут Евангелие Господа и Иисуса Христа. Которые пойдут дальше, а не ограничатся только тем, что они уже что-то поняли. Я это в первую очередь говорю не вам. Я говорю сегодня себе. И я знаю, о чем я говорю. И я хочу не ограничить Божьей благодать и Божьего действия в моей жизни только моим пониманием, что есть правильно, а что есть неправильно. Иногда мы слишком много философствуем. Иногда мы слишком много размышляем. А нужно просто начать служить. И я желаю, чтобы вот эта большая группа людей, собратья дорогие, нас сегодня больше, чем тогда в Верхней Горнице в Иерусалиме собралось. Вы верите, что вы способны изменить что-то вокруг себя? Верите в это? Я хочу, чтобы сегодня нашей общей молитвой было первое. Господи, помоги нашему неверию, сделай нас способными поверить в Твою силу, которая способна изменить. Я знаю, я верю, что Господь сделает это через нас. И в церкви, через посвящение, через личную жизнь, через свидетельство, через молитвенную жизнь. Бог сделает это в Его народе. Бог будет менять состояние людей, которые рядом с нами, которые вокруг нас. И Господь поможет нам пережить удивительные опыты, когда мы увидим тысячи спасенных людей, обращающихся к Господу. И заканчивая размышления, хочу прочитать те же слова, которые я читал в самом начале. Что же произошло после того, когда Святой Дух излился в день Пятидесятницы? Радостная весть о воскрешем Спасителе достигла самых краев населенного мира. Ученики несли весть о спасительной благодати, и сердца людей покорялись ее силе. Обращенные стекались со всех концов церкви. Отступники снова возвращались к Богу. Грешники объединялись с верующими в поисках драгоценной жемчужины. Самые ярые противники Евангелия становились его глашатаями. Все были объединены одной целью, имели один образец для подражания. Смысл жизни верующей заключался в стремлении отразить Христов характер. Можете в собрании сказать Аминь? Аминь! Приглашаю вас к молитве. Приглашаю вас к молитве, братья и сестры. И хотел бы, чтобы некоторое время мы побыли в личном не в конце всего, а сейчас в личном размышлении о Боге, о Его праведности, о Его силе, о которой Он готов наделить Свою церковь. Без ограничения. Дух пророчества говорит, люди, которые поймут Бога, люди, которые поймут Его характер, люди, которые доверят Ему свою жизнь, им никто не сможет поставить никакого ограничения. Только вечность станет для них вот этим лимитом. Понимаете? Только вечность. я хотел бы, чтобы мы помолились этой особой молитвой прежде всего личного размышления и потом, когда я буду говорить об определенных моментах нашей жизни и буду останавливаться, пусть продолжается ваша личная молитва Господу. Пусть Он помогает нам осознавать необходимость в переменах сегодня. Собратья, если они не произойдут в нашей жизни, завтра мы кандидаты на то, чтобы пополнить тех, кто не верит. Только люди, которые идут до конца, которые готовы пройти с Господом второе поприще, они достигнут победы и они будут иметь венец от Господа. Отче Небесный, мы словословим при возносе имя Твое Святое и прежде всего хотим поблагодарить Тебя за этот час нашего духовного общения и за то, что Ты позволил собравшись вместе открывать Твое Слово. Мы благодарны, Господи, что Ты посылаешь времена отрады и благословения Твои над нами, когда мы имеем время спокойного, спокойной возможности собраний наших, когда мы собираемся непритесненные, когда мы собираемся наполненные возможностями большими в служении и мы благодарны, что Ты позволил нам иметь это собрание Твой святой субботний день. Пусть, Господи, в этот час, в это мгновение сердце наше наполнится благодарностью за тот путь, который Ты нам открыл и за то, что Твоя любовь, она продолжает вдохновлять нас и поддерживать нас. Мы осознаем, Господи, нашу полную зависимость от Тебя. Мы осознаем, что мы нуждаемся в очищении нашего сердца. Мы нуждаемся в том, чтобы произошло это обновление нашей жизни духовной в подобие Твое. И мы желаем просить, чтобы сейчас все, что мы не так сделали в нашей жизни, я молю прежде всего о руководителях Церкви Твоей, я молю Тебя, Господи, о пасторах, я молю о пресвитерах Церкви, диаконах, служителях Церкви Твоей, я молю о каждом моем брате и сестре, которые здесь собраны, которые в нашей Церкви и дивизионе находятся во всем мире. Господи, прости нас за то, что мы не всегда посвящали достаточно времени, чтобы понимать Тебя. Прости нас, Господи, за то, что наша жизнь часто была ограниченной. Прости нас, Господи, что мы лимитировали Твое Евангелие только лишь тем общим пониманием, и мы не шли дальше, чтобы Евангелие овладело нами полностью, чтобы не осталось там места эгоизму, чтобы не осталось места себе любви, чтобы, Господи, было это полное посвящение Тебе. Прости нас, что мы не всегда проходили этим путем. Прости нас, Господи, что мы упускали возможности свидетельствовать о Тебе. Когда мы ожидали чего-то может быть лучшего, большего, и мы упускали возможности сказать тем, которые сегодня живут без всякой надежды, в чем сегодня они могут иметь эту надежду. Помоги нам, Господи, получить это прощение и очищение нашего сердца, потому что мы очень в этом нуждаемся. И в этот час с каждой душа, которая взывает в Тебе, которая просит Тебя об этом, помоги, Господи, им пережить это обновление в Тебе. мы желаем Господи пережить крещение Святым Духом, мы хотим пережить наполнение Святым Духом, и только то сердце чистое, которое будет таковым посредством исповедания, оно сможет получить это обновление наполнения, Господи, и мы просим, чтобы наши сердца оказались пригодными принять эту силу от Тебя, потому что в Тебе и все, и мир, и радость, и надежда, в Тебе, Господи, наша жизнь, и мы благодарны Тебе за это, и мы просим, чтобы особое действие Твое произошло в нашей жизни. Я прошу, Господи, за каждого моего брата и сестру, кто здесь сегодня, кто приехали на это лагерное собрание, они приехали в поиске. Сегодня, Господи, мы вечером и ночью ожидаем, что дети Твои также будут в поиске. Господи, дай, чтобы совершился этот важный момент нашей жизни, очищение нашего, когда бы наше сердце было способным принять Тебя и жить в Тебе. Я умоляю, Господи, дай, чтобы эти наши молитвы и желания, и Твоя сила объединили усилия рядовых чинов церкви и пасторов. Господи, мы умоляем Тебя, убери непонимание, которое сегодня существует. Убери, Господи, духовную пассивность и убери это состояние безразличия, которое переживают многие, как пасторы, как администраторы церкви, так и рядовыщины церкви. Господи, убери это из народа Твоего. Дай, чтобы сердце оказалось способным принять Твою волю и Твою праведность. Помоги нам, Господи, потому что мы в нашем бессилии погибнем. Мы не сможем пережить этого момента, когда Ты коснешься нашей жизни, изменишь нас, и последнее явление Твое в этот мир, оно будет нас нерадостным опытом. Пожалуйста, Господи, измени нас, пока есть возможность в этом. И просим Тебя особо, дай, что мы продолжили молитву о крещении Духом Святым, чтобы наше желание осталось прежним, чтобы Ты, Господи, вошел в нашу жизнь и изменил нас, и жил в нас, и чтобы мы могли пойти дальше в нашей вере. Проповедуя Евангелие, дай сегодня уподобиться Тебе, Господу нашему, уподобиться Твоим ученикам, дай уподобиться апостолу Павлу, который мог сказать, что не повинен в крови никого из всех, с кем он встречался. Не повинен. Господи, дай нам пойти дальше в нашем определении, когда мы будем искать пути решения нашего личного вопроса, как служить Тебе, в чем должно это проявиться. Помоги народу Твоему и благослови нас. Мы собрались, чтобы пережить эту силу Твою, и мы просим, дай нам Твое влияние, и Твой божественный мир, и Твою благодать. И пусть, Господи, благословения Твои не покидают нас во время всего лагерного собрания, и особенно в этот субботний день. Пусть Твоя благодать наполнит нас во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.